Почему поляки так не любят русских? Больше не празднить праздник 9 мая. Вы нас забрали. Какая вы меня тут освободили? Мужчины в Польше дарят цветы. В России все-таки, мне кажется, больше таких мужчин. Насколько хорошо ты знаешь русских? Почему я должна мыть кастрюли и сковородки? Это важно. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. В этом проекте я беру интервью у иностранцев, которые переехали жить в нашу страну. Через их истории я хочу показать другую Россию. Место, ради которого люди бросают все. И начинают жизнь с чистого листа. Здесь. Патрисия Мария Ратайчак. 32 года. Полька. В Россию ее привела любовь к искусству. В 2009-м переехала в Москву, чтобы пару сезонов поработать в театре. В итоге живет здесь уже 13 лет. Преподает йогу и строит карьеру. Певица. Замужем. За русским. Считает себя обрусевшей во всем. Кроме мытья сковородок. Патриция, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что приехала ко мне в студию. Очень приятно. Спасибо за приглашение. У тебя очень красивое имя, очень необычное. Ну и человек ты очень творческий, необычный. И приехала ты в Россию тоже, мне кажется, не самым обычным способом. Насколько я знаю, тебя пригласили в польский театр в Москве. Да. Расскажи, как это было и как вообще твои родственники отреагировали на это? Это был 2009 год. Я работала в культурном центре у себя в городе. Ну, помогала как волонтер всем артистам, которые приезжали. И мне попалась русская группа, польский театр в Москве. Я все эти 10 дней занималась ребятами, помогала им подготовиться к спектаклю, к перформансу. После окончания фестиваля сам режиссер и руководитель театра подумала, что, может быть, я бы захотела к ним приехать работать, так как, ну, хорошо, я знаю польский. А им нужен был преподаватель по польскому языку. Я сначала думала, такая, ну, в Россию интересно, не знаю. В общем, я приехала в Москву, и мне так понравилось. Да, знаете, ну, то, что показывают по телевизору у нас в Польше, это совершенно все другое было. Мне очень понравилось, и я захотела остаться, хотя я языка вообще не знала. В общем, я уехала спустя эти две недели, и 2 сентября я открыла новую визу на 3 месяца. А что твои родители сказали на это? Ну, это было очень интересно. Я вернулась, мама думала, что я просто такая вот поехала, попутешествовала, и все нормально, пойду дальше учиться. Мне было тогда 19 лет. На самом деле я не знала, что я хочу. Я поступила в джазовый эстрадный колледж, не, институт, институт, и я как раз была первой в списке, то есть все, меня взяли. И я думаю, что делать? Ну, я, конечно, подумала, мой папа художник, он всегда меня понимал, и он говорит, что ну, езжай на 3 месяца, что ну, начнешь семестр с февраля. Да. Я думаю, ну, наверное, да. Короче, я приехала. Это было тоже очень интересное мое путешествие. Я очень боялась самолетов, и мой переезд в Россию длился 2 дня на автобусе. Но ничего, я справилась, и вот я осталась 3 месяца. Но до этого мама мне еще забрала паспорт. Почему? Ну, она сказала, что все, ты никуда не поедешь, еще с папой там у них произошел конфликт. Почему ты ей разрешаешь? Она должна пойти учиться. И папа говорит, ну, захочет, вернется, не захочет, останется. Вот. А вот ты упомянула, что по телевизору в Польше показывают совсем другое про Россию. А что там показывают? Ну, знаете, раньше, это было, ну, сколько, 13 лет назад, ну, показывали, ну, не очень-то как-то позитивные вещи в России, да, то, что происходит. И, ну, какие-то деревни, как-то так все неинтересно, как-то пьющих людей и медведев. Вот. Но я приехала, и я просто влюбилась в эту страну. Мне очень понравилось. Я как иностранец сразу купила себе Павло-Посадский платочек, какие-то вот бусы, матрешки скупила, которые, они до сих пор, кстати, стоят у моей мамы. Мне очень понравилась Красная площадь, несмотря на то, что, как бы, у нее вообще такой дух захватывающий, не очень-то позитивный, но такая красота. И золотые купола, люди, которые улыбаются, кстати, на Красной площади, каждый день с праздником, хотя... Но это очень здорово было. То есть у меня было совершенно другое мнение, когда я вернулась домой, а, бородинский хлеб. Но, хотя сейчас я его не ем, но тогда я помню, это просто было какой-то варом... Я помню, вау, какой вкусный хлеб. Знаешь, есть такое выражение, понять значит почувствовать. Вот ты работала в театре. Как ты считаешь, ты понимаешь Россию, понимаешь нашу русскую душу? Мне кажется, что мы похожи. Я похожа с русскими людьми. Потому что я тоже открыта, очень много людей дружелюбных. То есть, когда ты приходишь в гости, тебе тут дают тапки, что-нибудь тебе понравится, хочешь, ну бери. Я думаю, ничего себе, стол накрыт, да, то есть все такие... И у меня тоже самое. При этом, чтобы понять русскую душу, нужно как минимум знать, что мы, русские, очень верим во всякого рода мистицизмы. И я тебе предлагаю сейчас узнать, насколько хорошо ты знаешь русских. Ого. Я буду называть тебе начало приметы и несколько вариантов ответов. Посмотрим, сможешь ли ты угадать. Ты готова? Ну давай, интересно. Давай. Итак, почему нельзя стричь волосы самому? Первый вариант. Не будут больше расти. Второй вариант. Укоротится жизнь. Либо третий вариант. Пойдет град. Вот это да. Так. Вот сейчас окажется, что что-нибудь я делаю неправильно, потому что я часто это делала сама. Но давайте больше расти. Это неправильно. Правильный ответ все-таки укоротится жизнь. Да. В Польше похоже. Но в Польше нельзя стричь волосы, когда ты беременна. Ну в России, по-моему, тоже нельзя, когда ты беременна и много чего делать. Но это, конкретно эта примета пошла из Древней Руси. Ну все-таки похожи, да. На Руси считалось, когда у женщины длинная коса, это символ ее молодости, красоты, энергии. Если она сама себе подрезает волосы, то она себе укорачивает жизнь. Понятно. Окей. В общем, не делаем мы этого больше. Погнали дальше. Сметать крошки со стола в ладонь. Ну вот так, знаешь. Это к чему? К нищете, к деньгам или к свадьбе? Ну, наверное, первое. К нищете. Да. Правильно. Да. Это тоже все идет из старины. В старину просто считалось, стол считался особым местом. И ты, когда со стола собираешь эти крошки, ты как бы собираешь весь этот негатив и кладешь его себе в руку. Ну и, соответственно, скорее всего, это будет к нищете. Вернуться в дом, когда что-то забыл. Боже, это я постоянно делаю. Когда ты возвращаешься. У нас считается это к несчастью. Вот что нужно сделать, чтобы эта примета не сработала? Нужно позвонить маме, нужно посмотреть в зеркало и показать язык или выпить воды. Так. Ну, наверное, с водой. Неправильно. А что, нужно посмотреть в зеркало? И показать язык. Это важно. Знаешь, почему? Нет. В старину считалось, что когда ты уходишь из дома, то домовой в этот момент начинает всю нечистую силу прогонять. Если ты вдруг возвращаешься обратно, то эта нечистая сила может на тебя напасть. И вот чтобы ее отогнать от себя, нужно посмотреть в зеркало и показать язык. И все. Все, я теперь тот человек буду делать. Отлично. Ну, смотри, ты на треть практически. У тебя русская душа. Очень. Очень. Патрица, весь мир знает русский балет, знает русский театр. Ты как человек искусства. Как ты вообще считаешь, насколько правильно то, что сейчас искусство примешивают к политике и вообще отменяют за границей вот этот вот наш русский мир? Когда я приехала в Россию, я первый раз попала в театр Романа Бектюка на спектакль «Нездешний сад» про Нурьева. Там играла как раз моя подруга, которая там говорила несколько слов на польском языке. Меня туда позвал мой муж. Я, конечно, ничего не понимала, что они говорят, ничего. Но это было так чудесно. Это было просто... Но я выходила из зала и просто плакала от того, что происходит на сцене. Все-таки Россия, я считаю, что это просто такая страна в плане культуры балета, театра, оперы. Это мировые звезды, которые сейчас им перекрывать вот эту дорогу. Это неправильно. И все люди должны развиваться. А где еще им развиваться? То есть все меньше, меньше, меньше. И тут же перекрывают какие-то спектакли, театры. Вот это воздействие русского мира, русского театра, русского искусства на мир европейский. Насколько оно велико и насколько Европа потеряет, если вдруг запретит этот русский мир у себя? Это большая потеря, потому что здесь великие писатели. Пушкин, Толстой, да, которых все знают, ставят спектакли, да, там, не знаю, маленькие трагедии. Ну, Каренин уже все знают, там, оперы, да, там, Борис Годунов и многие другие. Я считаю, что, ну, это неправильно. Все-таки искусство должно жить. А когда случилась специальная военная операция, что ты почувствовала, и были ли у тебя мысли уехать обратно? На тот момент, когда случилось вот это в феврале, я была в Польше. Я была у мамы в гостях. Ну, конечно, я была в шоке, как и все. Но я тут же собралась уезжать. Вот я просто не могла уехать. Это был праздник 23 февраля, посольство закрытое. Я жду визу. Я уже звоню 24-го, 25-го звоню. Они говорят, ну, у вас же, вы можете забрать визу только в марте. Я говорю, я не могу. Ну, давайте быстрее, пожалуйста, мне нужно уехать. Срочно покупала билеты. Ну, у меня, как бы, кто-то меня поддержал с друзей, кто-то меня не поддержал. Ты не улетишь, ты не улетишь. Ну, конечно, я никуда не улетела, потому что самолеты перестали, короче, летать. Я приехала, поехала в Варшаву. Из Познания поехала в Варшаву. В Варшаве забрала паспорт. Причем я там встретила очень много людей, которые тоже приехали за своим паспортом. Я сначала думала, что никто не захочет ехать, но очень много людей, которые ждали, чтобы вернуться в Москву. Ну, потому что у них там семья, у них бизнес, да, у них дела ждали, да. Я начала читать активно новости, но после этого я не могла спать. Но после долгих разговоров с моим супругом мы поняли, что, как бы, мы не можем повлиять ни на что. Мы муж русский, я из Польши, мы живем вместе уже 13 лет, и мы не можем, как бы, даже у меня в мыслях не было такого, что, слушай, вообще ты такой странный, вообще мне не подходишь, потому что твоя страна там что-то делает. Ну, мы обычные люди, и хотим жить мирно, поэтому я считаю, что, ну, а у мужа не возникало желания так переехать на Патриция, может, переедем в Польшу. Нет, 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 я думаю, нам вообще нельзя сейчас приезжать. Нет, 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 мы не думали, чтобы вы... Я считаю, что здесь для нас безопасно. Давай вернемся к твоей жизни. Да. Я знаю, что с 2015 года ты начала преподавать йогу, перешла полностью на здоровый образ жизни. Могу сказать, как это повлияло, в общем, на мою жизнь. То есть я, когда приехала в Россию, занималась много чем. Работала в театре, потом я была помощником дизайнера и очень много работала, очень много работала. В Польше у меня до этого был показ мод, я на нашем, у нас в городе был в сентябре, осенние показы моды, и я свою коллекцию туда показала. Вот. У меня было очень большое портфолио, и я подумала, когда начала жить в России, что было бы интересно чем-то еще заниматься. Вот у меня подруга, уже здесь появилось несколько подруг, она говорит, слушай, есть такой дизайнер, вот, и, может быть, ты к ней пошла. Она бы тебе там... ну, может быть, у тебя получится. Я сначала пришла, конечно, как покупатель, все посмотрела в этом шоу-руме, и такая, думаю, ну, как-то так, как-то неинтересно все это. Я начала общаться с девушкой, которая там работала, и говорю, знаете, а вот интересно было бы как-то соединить вот это с этим, а вот еще сюда там надо добавить еще топик, еще, ну, потому что сразу люди, в общем, тебя выбрали, забирают. Она говорит, знаете, подождите, сейчас она придет, вот, и, в общем, меня взяли. Я там проработала 5 лет, но для меня это был, кстати, самый большой опыт, который мне помог вообще жить здесь. Я просто, если я бы жила в Польше, то я бы в жизни такому не научилась. Как же? Ну, ну, звонки ей в 5 утра, и я, в общем-то, говорю, все, ребята, я у вас не буду работать больше. Ну, у меня случился, конечно, это такой прям... Срыв. Срыв, потому что мне не стало папы, и я не успела с ним попрощаться. И я поняла, что мы живем здесь и сейчас, и я не могу больше там работать. Ну, сейчас как бы, потому что, не то, что я не мог там работать, просто мой папа хотел много, чтобы успеть, но не получилось. И я такая, все, ребята, все, пока, нет. Ты решила заняться йогой после этого? Да, я до этого уже занималась, просто как студент ходила на занятия. И мне кажется, что мне много помогло осмыслить вообще свою дальнейшую жизнь. То, чем я занимаюсь сейчас, и вообще, кто я сейчас. Я такая, все, я уже прям хочу преподавать, я так хочу преподавать йогу, потому что мне еще начал подбадривать сам владелец студии, в которой я занималась. Я говорю, слушай, у тебя так получается, ты в театре работала, ты вообще можешь там, хоть 30 человек тебе придет на занятия, ты там их всех удержишь, ты можешь, ты еще поешь, в общем, здорово. И я говорю, ну давай попробуем. Мы сделали закрытые занятия тогда, только для своих. Я не уложилась по таймингу. Тогда я помню, вместо полтора часа я вела занятие два часа в 40 градусах. Но они все справились, и после этого, как у меня занятия пошли. Патриция не мыслит свою жизнь без йоги, как и многие из нас. Вообще, российский рынок фитнес-услуг начал свое активное развитие 20 лет назад. С тех пор у нас открылось множество спортивных клубов и йога-центров. Рынок фитнес-услуг в стране превышает 1 миллиард долларов. В последние годы индустрия стабильно растет в среднем на 20% в год. Открываются новые клубы и приходят новые бренды. Здоровый образ жизни поддерживается и правительством. Спортом можно заниматься в парках, на оборудованных площадках, а также во дворах жилых домов, на специально установленных тренажерах. Для детей и подростков организованы специальные бесплатные спортивные секции. С 2015 по сегодняшний день смотреть по твоему опыту людей, которые стали заниматься йогой, я так понимаю, стало больше. Да, намного больше. А людей, которые увлекаются здоровым образом жизни, их тоже стало больше. Да. А можно ли вот, как тебе кажется вообще в целом сказать, что в России нация, она становится более здоровой, потому что вот есть некие тренды на вот эту правильную, зожженную, так называемую, жизнь? Да. Я хочу сказать, что, кстати, Россия в плане здорового образа жизни намного вот процент увеличился. Я, кстати, когда приехала в 2009 году, я уже на тот момент не ела мясо. И мне было на самом деле очень сложно находить продукты, которые его заменяют. Но сейчас столько классных магазинов появляется, и столько людей стало понимать, что классно отказаться от того же, не знаю, мяса, сахара, глютена, который вообще портит жизнь всем людям, и что нужно заниматься спортом. Я знаю, что ты сейчас еще развиваешься как певица. Но при этом у нас в стране есть проблемы со стриминговыми сервисами. И вообще у артистов, скажем так, не самое хорошее время, по крайней мере, как они транслируют это в интернете. Из-за этого очень многие переезжают, кто-то уезжает в соседние страны СНГ. Почему ты решила развивать карьеру сейчас, и почему именно в России? Что могу сказать по поводу кто-то уезжает, кто-то не уезжает? Всю жизнь все, кто-то уезжал, кто-то приезжал. Но здесь, в Москве, очень много классных певцов, музыкантов. Я их встречаю каждый день. Пишут свои песни или поют ковера, ковера поют. Поэтому я думаю, что здесь всегда будут классные музыканты. У них не будет такого, что все крутые уедут. Такого не может быть. Потому что я считаю, что если тебе нравится какое-то место, и ты классный в своей профессии, это независимо от того, кто ты по профессии, все равно ты будешь нужен. А работа для них найдется? Я считаю, что да. У меня есть работа. Я не считаю, что мне надо уезжать. Мне, во-первых, здесь очень дико нравится. Я очень люблю людей, с которыми я вообще общаюсь, с которыми я работаю, с которыми я живу. И я не считаю, что мне нужно было бы уехать и где-то в другом месте развиваться, потому что я не уверена, что у меня об этом получилось. У меня, когда я иду к маме в гости, несмотря на то, что я полька, я прожила там, ну, 19 лет, я каждый раз в первые дни, я думаю, ну, просто не знаю, что делать. Во-первых, мне некоторые блюда уже не нравятся, мне непривычно по поводу транспорта, там, то есть здесь метро, знаете, каждые полтора минуты, каждые две минуты, да, каждые, там, три минуты приезжает. Если ты опоздал на автобус, ну, все, следующий там в 15, ну, например, да, потому что мы живем, мои родители, у них свой загородный дом. Мы живем в загородном доме, 12 километров от города, то есть если ты не успел на автобусе или на этот поезд, то, ну, либо на своей машине, либо на велике. Польша, на самом деле, еще отличается от России тем, что, не знаю, ты была в Польше? Да, была. О, а в каком городе? Я была в Варшаве, получала там один раз американскую визу. А, да, да. И, к слову, я знаю, что в Варшаве, у них же есть высотка, она стоит в самом центре, такая же, как одна из восьми, которых есть в Москве. А ее подарили в Варшаве. Да, я знаю, и я знаю, что жители Варшавы абсолютно ненавидят эту высотку, якобы, что она не вписывается в архитектурный колорит города и напоминает им постоянно о Советском Союзе. Да, она прямо у вокзала, центрального вокзала, прямо на главной площади, но там находится сала Конгрессова, самый главный зал, где происходят все, многие главные концерты. То есть, с одной стороны, ее не любят, но с другой стороны, это главный концертный зал. Да, да. А она перевешает, кстати, Россию по употреблению водки. Сейчас как-то я просто за 13 лет, мне говорят, что я уже обурсела. Да, наверное, да. Потому что я часто защищаю местных. Я, например, слышала, что польских девушек задевают, когда их называют полячками, а не польками. Это правда? Полька – это танец. Полячка. Да, говорят, ну, полячка, хотя как-то странно, да. Вот, то же самое, вот, чешка, да, вот, как бы, вот, говорят, вот, там, это же так все, это же балетка какая-то. Ну, в принципе, я, так я не понимаю, как правильно, но полька. Если скажут полька, я, я, мне кажется, что это, это красиво. Хотя это, как бы, танец, да. Но если мне сказать, ты полячка, я думаю, блин. Ну, да, полька красива. Но то, что мне, сейчас я вспомнила, не нравилось. Все время я помню, мне говорили, ты горда полька. А я такая думаю, что это такое? Я просто говорю свое, то, что я думаю. Ну, за время, конечно, я поняла, что как-то все время говорить то, что ты думаешь, не очень правильно. Вот, но, ну, без этого, конечно, а как еще быть честным, да? Вот, но, то есть, вот, вот это поляки, да, они все-таки, мы такой народ, что мы то, что думаем, то и сразу говорим. Если сравнивать продукты, то в России и в Польше, где их сложнее или легче найти? Вот те продукты, как раз-таки для веганов, которые ты ешь. Ну, могу сказать, тоже не могу сказать про другие города, потому что, конечно, в Южных, там, например, фрукты, овощи просто чудесные. Ну, просто моя подруга, она сейчас вот как раз из России переехала в Польшу. И она говорит, что намного сложнее найти продукты, там тоже альтернативное молоко, какие-то там сырые, веганские. Мне кажется, что это все зависит от города, потому что у меня большой город, очень много точек эко-продуктов, и каждый раз, когда я приезжаю к маме, я все нахожу. И тот же хумус, и молоко, и сыры, и веган-йогурты, да? Да, но тот же, надо ехать в моем помещении, в моем пригороде, бывает, через раз попадаются продукты, и приходится ехать в город, вот эти 12 километров, и оттуда все привозить. То есть в России все-таки попроще получается? Конечно, здесь я выхожу, у меня 5 минут, в большой супермаркет, и я все нахожу, все есть. Что из русской еды тебе больше всего нравится, из русских блюд? Могу сказать, что раньше я попробовала и просто захватила мое сердце. Это сырники. Вот это просто, вообще, я прям, у нас здесь чизкейк, сырник называется. Почему никто не додумался, чтобы вот из этого творога делать вот такие лепешечки, вот прикольные, вот. Я предлагаю тебе сыграть со мной в игру и угадать, какое традиционное русское блюдо я приготовила сегодня для тебя. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами, и стараюсь их удивить. Патриция, ты готова? Да. Удивляться? Наверное, да. Отлично. Тогда бери маску, надевай. Ух ты, прям подходит кошечка. Ух ты, интересно, как мне это сейчас, 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 сейчас. Так, наверное, лучше, наверное, вот так. Да, отлично. О-о-о. Все, тебе ничего не видно, да? Нет, все. Отлично. Давай руку. Держи. Тарелку. Ого. Держи вилочку. Окей. Ты уже, наверное, чувствуешь запах. Аккуратненько. Чем пахнет? Так. Даже не знаю. Аккуратненько бери вилочкой. Не бойся, это тебе точно можно. Какая-то приправа. Так, правильно? Боже, я на самом деле такое не люблю. Так, я правильно? Да, отлично. Боже, а это жареные? Нет. Так, это какие-то эти соленья? Да. Сейчас. Боже, пожалуйста, это не помидоры в этих? Нет, это не помидоры. Я этого не люблю. О, Боже. Пожалуйста, это грибы? Да. В лесу нет. Можешь снимать маску. Ты знаешь, что это за грибы? Так, надо посмотреть. Опята? Нет. Опята маленькие. А, так. Ну, так, это не шампиньоны. Это, сейчас, я забыла, как они называются. Это грузди. Вот, они по-польски рыцей называются. В Польше тоже такие есть? Да, есть. Ты знаешь, да, что в какой-то момент эти грибы стали... Но я их никогда не ела. Эти грибы в России стали в какой-то момент настолько популярны, что иногда в год до 70 килограмм на человека доходило. Да? Да. То есть в России очень любят грузди, особенно вот такие соленые грузди со сметаной, с лучком. У нас делают маленькие шампиньончики, типа как закуска к выпивке, наверное. Вот. Но так, чтобы кто-то прям как салат себе открыл банку и ел, нет. Да то теперь ты наконец попробовала грузди, ты знаешь, их на вкус. Даже я тобой горжусь. Я сама в шоке, честно. Ты замужем за русским уже 11 лет. Да. Расскажи, есть ли вообще отличия между польскими мужчинами и русскими? С кем-то уже начинать жить, какие-то отношения строить, да. Это очень большая работа. А еще больше труд, когда человек не родился как-то в твоей среде, да. То есть у него другие привычки. То есть, например, у меня привычка такая, что я утром просыпаюсь, пью только кофе. Вот. Ну, такая европейская, вот, скажем. Могу не завтракать. Или завтрак – это что у нас всегда было? Бутерброд, сыр, помидор. Ну, например, да. Вот быстрая какая-то канапка называется. Ну, обедать могу не обедать. Ну, и, в общем, и ужин какой-то там тоже легкий, да. Мой муж русский. Завтрак, например, яичница, овсянка. Ну, мама приучила, да, например. Ну, и вообще-то вот такая традиция есть, что люди нормально завтракают. И потом, может быть, какой-то кофе, да. Ну, или вместе там. А, ну, или чай. Вот, чай. Обед, конечно, там суп, там второе, да, обязательно. Ужин какой-то тоже плотный. Мне лично смущало поначалу, например, почему я должна мыть кастрюли и сковородки. Ну, я жила в Польше. Я считаю, равноправие. Ну, и папа всегда помогал маме по дому и пылесосил, и все делал. Я считаю, что, я считала, что человек тоже, как бы, должен, как бы, это делать. Вот, однажды. Это было очень смешно. А, и у нас, мы не могли как-то поначалу как-то наладить вот это... Быть. Быть, и было как-то сложновато, вот. И мы придумали, что, например, сегодня разговариваем на польском, поляки унижены. Завтра на русском. Значит, русские моют посуду и убирают. Чудесно. Слушайте, вообще кайф. Это вообще огромный, огромный был для нас такой, такой прогресс. Вот. Но Игорь только спустя какое-то время понял, до него дошло, что я, ну, я готовила, например... Ну, иногда бывает суп на два дня, да, это же нормально, что я готовлю в русский день. Сковородка в русский день. Мой чистый, только кружечки. Ну, и это было, на самом деле, очень интересно, потому что он как-то такой, а почему-то, почему-то всегда в мой день сковородки. Я говорю, ну, я не знаю, так получается. Ты знаешь, у меня очень много кто из подруг замужем за иностранцами, и иностранцы очень сильно удивляются тому, что русские все делают по дому. Ну, типа, у нас просто это принято. Мне кажется, девушка бы делала, но парень как-то не очень хотелось ему, там, готовить. Конечно, у нас принято, что женщина, она в основном готовит еду, убирается. А я такая думаю, ну, ничего себе. Какие-то есть прям еще отличия такие яркие между русскими мужчинами и польскими? Ну, конечно, мой муж другой, вот, он, например, вообще не пьет вообще-вообще-вообще никогда, он очень-очень мне помогает. То есть, ну, спустя какое-то время мы реально наладили вот этот быт, потому что, ну, тяжело было как-то контакт вот с этим всем наладить, да. Мужчины в Польше дарят цветы или там? Ну, получилось. Вот мне вот этот интересный момент. Да, есть такое, но мне кажется, больше, конечно, дарят цветы, типа, без случая, просто так. Да, просто так, вот как в России, когда мужчина тебе просто может подарить цветы. В Польше есть такое? Мне кажется, есть, но просто мне кажется, что это зависит от лично от мужчины. Но, конечно, какой-то процент такие, что, ну, типа, ты уже моя жена, значит, как бы окей, да. В России все-таки, мне кажется, больше таких мужчин, которые просто без причины дарят цветы или вообще подарки, или там, ой, давай туда там сходим в кафе. В Польше нет такого, чтобы так вот как-то, ну, такого прям большого процента. Считается, что в России женщины очень сильные, ну, не в физическом плане, а в таком, ментальном. Вот как ты считаешь, русские сильнее, чем польки или наоборот? Что я могу сказать, что на самом деле вообще женщины, ну, не могу сказать последнее время, но, наверное, да, ну, вообще последнее, как это уже много лет, стали прям очень сильные. И они могут во многом сами за себя постоять, сами сделать, то есть, ну, я думаю, что это вообще за рынком работы тоже связано, да, вообще жизни, что и вообще культуры, да, это все как бы влияет общество на нас, что многие женщины как бы вынуждены были в какой-то момент, ну, я, наверное, это как-то пропустила, но как-то научиться как-то выживать. Патриция, а как ты считаешь, почему поляки так не любят русских? Ну, а я ждала, я вот думала, я на самом деле очень думала, и мне кажется, что за счет того, что мы все-таки славяне, у нас еще остались непреработанные обиды с, там, 39-го года, да, Хочу сказать, что во многих учебниках в Польше не написано, что, как бы, Россия, да, ну, освободила Польшу с, там, с концлагеря, да, в Польше не празднуется праздник 9 мая, хотя это огромный праздник вообще всего мира. Мне Игорь говорит, ну, вообще, там, друзья, ну, как ты что, не знаешь, ну, как бы, 9 мая, огромный праздник, ну, давай, пойдем, там, парад, все такое, думаю, слушай, что ты, короче, ты за меня что-то мне говоришь, как бы, мы сами себя освободили, в общем, ну, например, да, вот я, ну, как бы, сейчас я не помню, что точно сказал, Я говорю, слушай, ну, как бы, нет, нет, ну, как бы, какая вообще, вы нас забрали, какая вы меня тут освободили, вы тут, вот тут, мы говорили по-русски, тут по-немецки, вот, как бы, моя бабушка же помнит, вот, все там прятались, уезжали, ну, мне бабушка там рассказывала, что происходило, как ее там увозили, да, вот, и я говорю, так, 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 стоп, стоп, стоп. И оказывается, что историю переписывают, ну, не рассказывают, и многих поляков, конечно же, обида. Кто много читает, да, кто, как бы, обучается, конечно, люди умные понимают все, да, но все-таки, как, знаете, поляки, знаешь, поляки не любят немцев, вот эти швабы, вот так у нас говорят. А сами, например, едут к ним работать, да, ну, то есть, как бы, я считаю, что они у поляков, так как их там не было страны, они вынуждены были разговаривать не на своем языке, и в это время до сих пор у многих осталась вот эта обида, что вот так мы же соседи, мы же славяне, мы же братья, да, а вы с нами так поступили. Вот, это раз, два. У русских, вот это русская душа есть, я, они, вот, вот это, хей-хей, вот все, сейчас я там живу, завтра я не знаю, вот. Ну, поляки все-таки, не-не-не, надо до 30-го числа как-то дожить, все, как бы, нет-нет-нет. И часто это бывает, что они, мне кажется, поляки завидуют чем-то, открытостью. Я лично, когда приехала, я думаю, вообще человек такой честный с тобой, вот тапки тебе дал, все тебе тут угостил, здорово же, вот, да, ну, бывает, конечно, попадаешь в время, как бы, от времени не на хороших, да, но ты, как бы, тут я пропускаю. Потому что везде есть хорошие люди, везде есть плохие, и это, как бы, это нормально. Но здесь, мне кажется, что где-то есть вот того, что поляки, ну, как бы, я, я, вот, почему говорю поляки, потому что я уже не такая, я не могу, как многие, которых я знаю, с тобой вот так, а вот завтра вот так, например, да, или, например, они, я знаю, что я, например, меня попросили о чем-то, а я говорю, слушай, нет, вот здесь, например, такого я вообще не встречаю. Понятно, я понимаю людей, которые, например, ты их попросила о чем-то, и на самом деле они не могут тебе помочь. Это нормально, потому что все-таки иногда хочется там поспать, и ты там не успеваешь, да, но чаще всего, если ты просишь здесь кого-то помочь без проблем, типа, звони ночью, я приеду, там, все, там, тебе надо. Вот, я не знаю, в Польше надо заплатить, так, типа, ну, слушай, ну, хочешь, приеду, но там стоит столько-столько. То есть, ну, как бы, там, мне кажется, люди как-то по-другому. То есть, даже если вы дружите, тебе могут так сказать? Ну, бензин стоит денег, например, если за тобой заехать, да, бесплатно нету. У меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям, и попрошу тебя отвечать максимально коротко. Окей, постараюсь. Главный стереотип России? Ну, наверное, то, что, например, поляки думают, да? Да, что все пьют, что бегают по центру города медведи. Вот, думаю, как-то сейчас ничего в голову особо мне не приходит больше. Ну, думаю, что этого достаточно. Что для тебя патриотизм? Патриотизм для меня, ну, я чувствую себя полькой, но это, конечно, не изменяет свой народ. Я его никогда не изменила, просто я внутренне чувствую, что Польша не моя страна. Это, вообще, считаю, это нормально, когда люди переезжают, и я чувствую, что я другая, но я сердцем и душой полька. Три главных качества русской души. Как я уже говорила, открытость, дружелюбность, гостиность, гостеприимство. Спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Спасибо тебе. Мне кажется, получилось очень круто. Да, думаю, да. Посмотрим. Посмотрим. Спасибо. Спасибо. Это проект «Мы и они». Я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно включайте уведомления. И помните, хорошо там, где мы есть. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»